Моя бабочка мне нравится больше, чем бабочка Дарьи Граф. Я не до конца поняла прикол этих ногтей. Два часа. Я не смогла их повторить. Всем привет, я делаю накладные ногти на заказ, и это видео о том, как я повторяла дизайн Дарьи Граф. Мне пришла идея снять такое видео, когда я увидела видео Лисы, где ей такой дизайн повторяли в салоне. У меня ужасно бомбит. Я сейчас сижу и монтирую видео. У нас должны были были одинаковые маникюры. Там результат вышел не очень. Это *** пи***. Я еще раз посмотрела, почему *** так криво. Насколько нужно быть криворуким, чтобы сделать *** так криво. Я решила посмотреть, какой был оригинал, и мне показалось, что этот дизайн не настолько уж и сложный. Первым делом я подобрала типсы-стилеты по размерам своих ногтей. Но это было не так уж и просто, так как типсы в коробочке перепутались, а эти типсы не пронумерованы. Дальше я бафлю типсы, и да, я бафлю их мелкой пилочкой, но мой бафик стерся, и лучше пробафить мелкой пилочкой, чем не добавить, и лак потом слезет. Здесь я креплю типсы на подставке при помощи двухстороннего скотча. Ногти я протираю обезжиривателем, и нет не для того, чтобы обезжирить типсы, а для того, чтобы убрать лишнюю пыль. На ногти я наношу каучуковую базу, и кто не в курсе, для чего вообще наносить базу на накладные ногти, она дает типсам и лакам лучшую сцепкость. Я пару раз видела, как мастера, которые начали делать накладные ногти, используют в работе праймер. Но это грубая ошибка, потому что в классической системе наращивания праймер наносится только на натуральный ноготь, и при попадании праймера на типсу она может треснуть. Дальше я решила сделать градиент. Кстати, кисть для градиента я покупала специально для этого видео, и пробовала делать градиент я тоже впервые. Сначала у меня выходило не очень, я стирала, переделывала, пробовала разные техники, но в итоге я приловчилась, и в основном на одном ногте у меня три слоя градиента. Градиент в несколько слоев наносила для того, чтобы переход был более плавный, а цвета насыщеннее. Но сейчас я бы дополнительно нанесла белый лак, как подложку под градиент. Ноготков с таким дизайном было несколько, но этот я делала первым, и на него у меня ушло около двух часов. Дальше мне нужно было нарисовать тучки, и они были двух видов, более мультажные и более натуральные. Их я нарисовала быстро, потому что в повседневной жизни мне часто заказывают ногти с похожими дизайнами. Самые легкие ногти, по моему субъективному мнению, это ногти с принтом коровки «Огонек» и обычные ногти с огоньком. Для дизайна с огоньком самое главное красиво наметить силуэт. Я это делаю тонкой кисточкой и стараюсь не разрывать линии. Дальше все просто. Белым лаком равномерно заполняю контур огонька и дотсом абстрактно рисую принт коровки. А вот огоньки на желтом фоне я рисовала более внимательно, потому что там идет тонкая линия, и нужно не накосячить. И, казалось бы, такой легкий дизайн, как я сказала в начале, но давайте перейдем к той части, которую я сделать не смогла. Когда вы только смотрите на эти ногти, если бы я у вас спросила, какие дизайны вы точно сможете повторить, вы бы наверняка выбрали мизинец, на котором розовые разводы, и палец с белыми разводами на голубом фоне. И я не смогла их повторить. Прикол в том, что мизинец с розовыми разводами я с горем пополам повторила. Правда, у меня было много попыток, и на него я потратила в среднем 2 часа. Это одна из моих неудачных попыток. Здесь я использовала пигмент, а он оседал, и при испарении ацетона сворачивался. Но там я пробовала разные техники. Сначала я разводила пигмент с обезжиривателем, потом я разбавляла маркеры обезжиривателем, для того, чтобы сам рисунок был необъемным, и его было легче перекрыть топом. Почему-то я думала, что так сделать эти ногти будет легче. В итоге я взяла розовый лак, его сначала пыталась растушевать, но потом взяла прозрачную базу, для того, чтобы сделать более плавные и реалистичные разводы. Дальше идут ногти на голубом фоне с какими-то белыми разводами. Если честно, я не до конца поняла прикол этих ногтей, потому что на облачка мне это не очень похоже. На принт коровки точно явно не он, но именно эти ногти я не смогла повторить. Почему? Это вообще абстрактный дизайн, но мне не нравилось, какая абстракция выходит у меня. Хотя я ее старалась повторить точь-в-точь, как на картинке. В итоге я сдалась, и эти ногти заменила принтом коровки. Кстати, ссылка на мой инстаграм есть в описании под видео, и именно там вы будете голосовать, какие ногти сделать следующими. Самый замороченный дизайн, это, наверное, дизайн с бабочкой. Несмотря на то, что рисовать его не так уж и сложно, но я сначала неправильно наметила крылышки, они у меня вышли слегка кривыми, я его стерла, переделала. В сложных дизайнах навыки рисования, конечно, важны, но у вас ничего не выйдет с плохой кистью. Допустим, когда моя кисть начинает портиться, бахромиться, мне сразу становится некомфортно рисовать, линии выходят не такими плавными, это занимает больше времени и вообще влияет на результат. В итоге бабочка у меня вышла не такая же, как у Дарьи Граф, потому что у меня она более фигуристая и более острые крылышки, что ли, а у Дарьи Граф у меня более такие круглые и мультяшные, что ли, я точно писать не могу. Ее я делала в той же цветовой гамме, и на самом деле моя бабочка мне нравится больше, чем бабочка Дарьи Граф. Но в первую очередь ногти я делала, чтобы носить самой, поэтому это мое субъективное мнение и моя вкусовщина. Поэтому напишите, чья вам бабочка нравится больше, бабочка ты или бабочка Дарьи Граф. Мне будет интересно почитать. Дальше идет самая яркая абстрактная деталь этих ногтей, это цветной водоворот. Для того, чтобы сделать цветной водоворот, я сначала ярко-розовым цветом наметила вихрь основу, он у меня служил за каркас, а потом по нему начала закручивать другие цвета. Первый ярко-розовый вихрь я в лампе просушивала, а остальные цвета нет для того, чтобы потом можно было что-то где-то подправить. В итоге вышло ярко, вроде бы похоже, и мне нравится. И загвоздка этих ногтей в том, что там на два пальца крепятся шармики. Я знаю, что с ними неудобно ходить, но все-таки я попыталась их найти. Ни одни из тех, которые я нашла в интернете, кстати, я их искала на сайтах для слаймов, именно там их и продают, если что. Но ни одни из них мне не понравились, а такие же, как на картинке, я не нашла. Так что дизайн, где была Rainbow Dash, я заменила просто радугой и облачками. Кстати, похожий дизайн я увидела на Пинтересте. Еще были одни голубые однотонные ноготки с блесточками, с ними проблем у меня тоже не возникло. И финальным этапом я покрываю все ногти топом. Кстати, топ, как и базу, я использую каучуковые, именно благодаря этому их можно будет использовать много раз. Из-за того, что дизайн я рисовала гель-лаками, рисунки вышли достаточно объемными, их не всегда легко перекрыть топом. Поэтому после того, как я наношу топ, ногти я переворачиваю на пару секунд. К тому же, это дает ногтям идеальный блик. А вот так эти ногти смотрятся на моих руках. Правда, здесь есть небольшой минус в типсах. Их нужно крепить не так близко к кутикуле, так как у них квадратная арочка, и кутикула она подпирает. Кстати, мало кто знает, но эти ногти до сих пор абсолютно новые и не ношенные. Вы спросите, как это так? Вот на этом видео ты их одеваешь. Нет, на самом деле, я их наклеила на двухсторонний скотч. Потому что я постоянно работаю, и мне неудобно ходить с длинными ногтями. Эти ногти я планирую оставить себе, но если вы вдруг наберете 10 тысяч под этим видео, я их выставлю на наличие в своем инстаграме. Ногти с дизайном Дарьи Гряв я делала около 2-3 дней, и ни капельки не жалею. Но если вам нравится это видео, не забудьте поставить лайк. И подписаться на канал. И нажать на колокольчик.